Слушайте, ну что я могу сказать, дед сошел с ума, у деда потекла крыша, это уже видно невооруженным взглядом, ну еще хочу вас расстроить, ребят, что бы мы ни говорили, да, о выборах в Государственную Думу, которые должны пройти в сентябре 21 года, то есть через полгода, уже сейчас, можно в принципе предсказать итог тех выборов, какими они будут, 99% Единой России, потому что всех остальных тупо не допустят, потому что Владимир Владимирович вцепился по всей вероятности в свое кресло с зубами, и он будет держаться за него до тех пор, пока у него эти зубы не отвалятся, и до тех пор, пока его от него просто не оторвут, несмотря на то, что он много раз обманывал всех, что нет, я не буду держаться зубами за власть, да нет, если как бы все, я перестану быть любим народом, все, я скажу до свидания, отскочу в сторону, то что происходит, день сегодняшний, пожалуйста, Москва, гостиница Измайлова, со всей страны съехали, значит, люди, которые не являются халуями действующего режима, но которые хотели бы, я так понимаю, побороться за мандаты депутатов в будущей Государственной Думе, но поскольку мы же все прекрасно понимаем, как у нас выборы проходят, и мы сегодня можем предсказать, повторюсь, их результат уже прямо сейчас, я догадываюсь, каким он будет, совершенно очевидно, что половину из кандидатов просто не допустят, сейчас же не только выборы выиграть, проблемно, сейчас просто кандидатам зарегистрироваться уже проблема, и вот люди со всей страны, значит, оппозиционеры собрались, совершенно законно, решили провести форум, просто побеседовать там, ребят, каким образом будем куда-то там выдвигаться, выбираться, что будем делать, давайте что-то придумаем, это логично, Однако, еще до того, как все началось, туда, к гостинице Измайлова, там, в гостинице Измайлова все это дело проходит, нагнали кучу автозаков, нагнали кучу сотрудников полиции, начались какие-то задержания, во всяком случае, вот сейчас уже сообщается о том, что, например, Ройзмана задержали, да, знаю, что Янгалыч его сегодня ночью задержали, причем как какую-то преступницу, в два часа ночи к ней ввалились в квартиру, схватили, увезли в неизвестном управлении, правда, потом врали, что это по поводу участия там в каких-то несанкционированных митингах 23-го, что ли, января, собственно, календаре 13-е марта, можно было Янгалыч его, в конце концов, уже вот 40 дней прошло, 40 раз можно было по повестке ее вызвать, на почте России даже дошла, вот, ну, приехали, сцапали, увезли, хотя человек никуда не пытался скрываться, совершенно очевидно, что это акция устрашения, задержан Яшев, который на минуточку вообще чиновник, он глава Красносельского района в Москве, то есть, ну, чтобы вы понимали, что это такое, ну, такой, типа мэр маленького города, то есть, тут мэр района, скажем так, его задержали, за что, почему Резника, питерского депутата задержали, задерживают огромное количество моих коллег, журналистов, которые, в общем, как и сотрудники полиции на этом мероприятии исполняют свои служебные обязанности, ни больше, ни меньше, вот, пришли туда сотрудники полиции, мероприятие незаконное, гуляй, Вася. Вы сейчас все будете задержаны, доставлены в территориальное подразделение для составления стратегических материалов. В случае непогновения, законным действием сотрудника полиции, в соответствии законного полиции, значит, в отношении вас, может быть, применена физическая сила или специальная сила. Я попрошу, не нарушайте общественный порядок. Мне интересно, что значит мероприятие незаконное? Это что, митинг? Нет. Люди арендовали помещение, в гостинице, да, это закрытое, в общем, мероприятие. Туда приехали люди по приглашениям, туда не пускают всех подряд. Проводится, повторюсь, помещение мероприятия, не на улице. А как им еще встречаться, обсуждать? Почему, например, какой-нибудь Единой России можно проводить вот такие вот мероприятия, совещания и так далее? Почему в Госдуме можно собираться? Почему там заседание правительства можно проводить и так далее, и так далее, и так далее? Сейчас вот, 18 марта, мы, вероятно, увидим какие-то массовые мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией. А тут люди собрались, в принципе, обычная нормальная деловая встреча, все, они, кажется, что-то нарушили, и их сейчас принимают. Я, правда, не понимаю, что именно они нарушили, что этим людям будет вменяться, как они все это выставят с ног на голову, чем это назовут. Ну, это точно не митинг. Вот то, о чем я, собственно, и говорил некоторое время назад, да не только я, вообще многие мои коллеги, когда мы наблюдали вот это вот судилище над Навальным, в отношении которого были нарушены все мыслимые и немыслимые законы, мы тогда предупреждали, что будет хуже, будет жестче. Власть показала, что ей плевать на законы, что она руководствуется только своими хотелками. Бесполезно обращаться в какие-то суды, бесполезно обращаться за помощью, там, к мировой общественности. Мировой общественности тоже никто не слушает, всем наплевать, потому что Путин изменил Конституцию. Вот бесполезно теперь участвовать, пытаться, да что-то изменить путем демократических процедур, потому что просто не дают сегодняшний день тому реальное подтверждение. Повторюсь, люди просто хотели провести форум. Так и назывался форум объединенных демократов, а тут и это уже под запрет. С чем я нас всех и поздравляю, поэтому на выборы надежды никакой. Я даже не уверен, что вот это вот мое видеообращение является сейчас законным. Могут, может быть, и притянуть, потому что я ставлю под сомнение вообще незыблемость путинского слова. Ладно, ребят, хорошего дня, увидимся, пока-пока.